Этого момента ждали почти полвека. Во Владивостокской детской поликлинике номер 4 наконец-то провели капитальный ремонт. Вместе с жителями микрорайона Акатова изменения оценила Елена Штейникова. Напоминает театральный гардероб. Она всех раздевает, всех одевает, она всех встречает. Это вот наше лицо. В детской поликлинике впервые появилась гардеробная. В просторном холле есть место, где раздеться, перепеленать ребенка и оставить коляску. Даже не представляете, какой-то был хлам и мусор. Мы это все выгребли. Здесь вложили керамогранит и сделали коляску. Пациенты в полной растерянности. Такой перестройки глобального ремонта не ожидали. Место дырявых стен и прогнивших полов. Все в ярких цветах и картинках. Детская комнатка есть, рисунки на стенах. Вообще цвет красивый там стен. Альбина, многодетная мать, живет по соседству с поликлиникой. Всех детей водила сюда. Сегодня на плановый прием к педиатру пришла сама младшая. А очередь есть, нет? Как это записывается? Нет, сейчас очень хорошо. Вот в этом плане. У меня большая разница между детьми. Раньше, конечно, тут мы стояли часами. Сейчас нет. В этой небольшой поликлинике учтено все. Заходя, мамочка сразу видит навигацию. В каком кабинете принимает ее участковый врач. Если забыла записаться через колл-центр, то вот здесь в информате. Может посмотреть расписание и получить талон. А в регистратуре ей помогут найти медицинскую карту. Спасибо. И дальше на прием. Поликлинику после капитального ремонта осматривает вице-губернатор края Ирина Медведева. Заглядывает в каждый кабинет. У пациентов интересуется, все ли устраивает. Все чистенько, все прибрано. Очень большие кабинеты просторных педиатров. Никакого загромождения нет. Как вы это заходили, видели. Очень комфортно в связи с этим работать. Полгода назад эта поликлиника была на грани закрытия. Грибок на стенах, разбитые окна и старая электропроводка. Врачи работать в таких условиях отказывались. Мы все практически помещения вывели. Рабочие. То есть это позволило нам открыть и сделать два входа. Вход для больных детей, вход для здоровых детей. И для больных детей мы даже смогли сделать отдельный отсек. В детской поликлинике есть нововведение. Комната для кормления детей, игровая и отдельный вход для инвалидов-колясочников. А главное, теперь прием ведут не только педиатры, но и узкие специалисты. На модернизацию и капитальный ремонт краевые власти потратили более 10 миллионов рублей. Дети здесь действительно радуются. Они ползают. Они вокруг этих игрушек первые несколько дней они просто фотографировались и выкладывали воду. Елена Штыникова, Екатерина Таланова, Панорама.